В Красном Луче продолжается ремонт дорог. Специалисты из Республики Башкортостан в настоящее время проводят работы на участке улица Попова, улица Пожарского. Сейчас там укладывают первый слой асфальта. Общая протяженность ремонтируемого дорожного полотна более полутора километров. По этим улицам проходит движение автобусов городских маршрутов. Поэтому данные работы значительно облегчат передвижение транспорта. В Меусинске продолжаются работы по расчистке русла реки Меус. Их проводят специалисты филиала управления водными ресурсами Цемлянского водохранилища. На сегодняшний день они работают на трех участках реки. Очищают берег от зарослей деревьев, кустарников, камыша и ведут очистку русла от иловых наносов. Для выполнения работы используется специализированная техника и грузовой транспорт в количестве 8 единиц. Процентное соотношение выполненной работы составляет около 50%. Но набираем обороты, так как единицы техники добавляются. На этой неделе должен добавиться еще бульдозер, мульчер. Работы будут идти еще быстрее. Жители ЛНР в связи с праздником Днем воссоединения ДНР-ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерации будут отдыхать с 30 сентября по 2 октября. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной политики ЛНР. Согласно указу главы ЛНР об восстановлении на территории ЛНР нерабочих праздничных дней, 30 сентября является нерабочим праздничным днем. В этом году он совпадает с субботой, поэтому выходной день переносится на понедельник, 2 октября. Таким образом, жители республики будут отдыхать с 30 сентября по 2 октября. Продолжение следует... В случае выявления нарушения инспекторским составом будут составлены протоколы об административном правонарушении на граждан, нарушивших правила противопожарного режима. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова